МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Крымском инженерно-педагогическом университете произошло возгорание. В преддверии Рамазана в столице республики состоялся детский фестиваль. Теракт в Манчестере. 22 человека, в том числе и дети погибли, 59 госпитализированы. Мощный взрыв прогремел на стадионе Манчестер-Арена в понедельник вечером во время выступления американской певицы Арианы Гранде. Главная версия – теракт. По данным полиции, взрыв устроил террорист-смертник. Он был один и погиб при взрыве. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров отметил, что Россия готова помочь британским спецслужбам в расследовании теракта. Стоит отметить, что информации о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет, отметили в российском посольстве в Лондоне. Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек. Справочное издание «Исторические названия населенных пунктов Крыма» совместная работа депутата Государственной Думы Руслана Бальбека с крымскими учеными вышла в свет. Созданную в кратчайшие сроки книгу теперь можно полистать и соприкоснуться с богатой историей полуострова. Для того, чтобы выразить свою благодарность и вручить справочное издание ученому Совету Крымского инженерно-педагогического университета общественным деятелям и всем тем, кто внес свой вклад в создание данного издания, депутат Госдумы организовал встречу. Наш корреспондент Алимек Айбулаева знает все подробности. Возвращение от опонимики «Мечта многих крымских татар» «Справочное издание. Исторические названия населенных пунктов Крыма» под авторством депутата Госдумы Руслана Бальбека «Это настоящий подарок. Путь к полной реабилитации крымско-татарского народа». Так высказываются собравшиеся за круглым столом ученые, историки, госслужащие и общественные деятели. Сам же автор заявляет, колоссальный труд в создании справочного издания был сделан ученым Советом Кипу. Теперь издание будет полезным не только для тех, кто хочет изучить историю Крыма, но и органам власти при решении определенных проблем реабилитированных граждан. «Справочное издание имеет статус научного труда. Издание самого справочника исторических названий населенных пунктов реализуется в рамках указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов. Считаю, что мы, по сути дела, сделали то, что не делалось последние 23 года. Поэтому всех поздравляю. Действительно, важное историческое событие». Рецензент справочного издания «Доктор исторических наук» Владимир Поляков результатом совместного труда доволен. Теперь, изучив раздел топонимики, он готов поддержать идею Руслана Бальбека об изучении крымско-татарской антропонимики и издать новый справочник. Это позволит органам власти избежать ошибок в написании имен крымских татар при составлении тех или иных документов. «Конечно, мы очень довольны итогом. Все уже отметили, что это, наверное, первое такое сочетание науки и административного ресурса. Проблема имен очень интересна. Крымско-татарский народ пережил очень серьезный период, когда было покушение на его имена. И писали по-узбекски, когда «о» везде вставляли там, где должно быть, хотя было и со стороны иранноязычной, и русской, и прочее. И в конце концов уже и сами люди запутались. Поэтому мне идея понравилась». Член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям президент общественной организации Инкишафа Скиндербелялов в свою очередь отметил, что данный справочник будет путеводителем. И в будущем он послужит тем, чтобы вернуть Крыму исторические названия. «Я думаю, это дальнейший наш будет путеводитель для того, чтобы нам все-таки вернуть в Крыму названия, исторические названия. Я хотел бы, чтобы вместе мы все сделали еще много трудов, пользу для Крыма и пользу для репрессивных народов». Президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов также выразил благодарность Руслану Бальбеку за смелость взяться за такой труд. И отметил, возвращение топонимики для крымских татар – это реализация указа президента Российской Федерации о мерах реабилитации репрессированных народов в части культурной реабилитации. «Без восстановления топонимики, как таковое, восстановление прав лица, сути народа, как таковое, не может прозвучать. Крым – это синтез, это котел, где варились разные народы. И, естественно, след вот этого котла, он остался здесь. И его последние звуки, они и представлены здесь». Данный справочник будет передан в школы, библиотеки и другие учреждения Крыма. Издание также будет доступно в интернете. Ректор Кипучингис Якубов отмечает, научный труд будет полезен всем и будет внедрен в учебно-образовательный процесс. «Мы ему, конечно, безгранично благодарны, прежде всего, за то высокую доверие, высокую степень доверия, которую он нам оказал, ибо данный справочник, он носит и государственное значение. Сегодня это такой симбиоз, синергия науки и органов государственной законодательной власти. Естественно, будут делаться ссылки на этот сборник. Это индексицирование, общеизвестные вещи для ученых. И в максимальном варианте он будет внедрен в учебно-образовательный процесс». Авторы рецензент подписали справочное издание «Исторические названия населенных пунктов Крыма всем тем, кто внес свой вклад в создание данного справочника – общественным деятелям, ученым и гостям». Алимек Айбулаева, Всеволод Матросов, телеканал «Миллет». На плато Айпетри начался демонтаж объектов некапитального строительства. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что на Айпетри будет создана садово-парковая зона без капитальных строений. С рабочим визитом Айпетри посетили депутат Госдумы и председатель Госкомнация. Все подробности от Сабрия Халиляевой. С сегодняшнего дня для благоустройства заповедной зоны на плато Айпетри начался демонтаж объектов некапитального строительства, который осуществляется владельцами торговых точек. Предприниматель Ибрагим Сулейманов в числе других будет разбирать свое строение. Предпринимательскую деятельность Ибрагим осуществлял на плато Айпетри на протяжении 20 лет. А кто будет вывозить? Конечно, своими силами мы будем вывозить, разбирать. Людмила Мусиенко занимается предпринимательской деятельностью с 2000 года. Рассказывает, что в ближайшее время начнет демонтировать свое помещение, площадь которого составляет 85 квадратных метров. Сносить никто ничего, мы должны сами получаем компенсацию. И сколько там, 2-3 недели нам дают время, чтобы мы разобрали своими силами свое помещение. Проинспектировать процесс демонтажа приехал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, всем предпринимателям предложены альтернативные места. Теперь здесь будет экозона с ландшафтным дизайном для всех крымчан и гостей полуострова. Мы понимаем, что в данном случае больше этот вопрос разыгрывался как политическая карта. Здесь в том числе люди играли и органы власти на межнациональных отношениях. Но сегодня благодаря вот такому взаимодействию, плотному, я хочу в первую очередь еще раз говорю, обратиться и сказать спасибо тем, кто здесь торговал непосредственно. Люди, понимая свою ответственность, в том числе пошли нам навстречу. При этом, конечно, со всеми предпринимателями работали местные органы власти. Всем предложена определенная альтернатива. С каждым практически в режиме ручного управления были проведены беседы на возможность предоставления альтернативных мест и в местах проживания непосредственно в тех городах, где люди живут и работают. И в том числе в зоне Большой Ялты. Глава республики подчеркнул, что все сооружения 100% будут снесены без исключения. Никаких застроек на Айпетре не останется. Процесс начался. Потом будет организовано благоустройство. Частный подрядчик готов это сделать за внебюджетные средства. Здесь никакой застройки не планируется. Главная задача – сформировать большую смотровую площадку с ограждениями. А впоследствии будет разработан экологический ландшафтный парк. В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что Айпетре является визитной карточкой Крыма. И эта территория должна быть заповедной зоной. Демонтаж объектов не лишит предпринимателей рабочих мест. Путем диалога органов власти с предпринимателями удалось прийти к общему знаменателю. И когда мы встречаем такое явление, как добровольный демонтаж этих строений, на сегодняшний день люди идут навстречу по всем вопросам, которые связаны с трудоустройством. Потому что каждое кафе кормило отдельно взятую семью. Это очень важный аспект социальный. Поэтому при взаимодействии с органами местной власти сегодня люди получают место на равнинной части, либо по месту жительства, либо в Ялте, в Большесарай для продолжения трудовой деятельности. Землепользователь участка, на котором возведены постройки, директор фирмы «Шарм» Нариман Кудбеддинов сообщил, что под демонтаж попадает 45 объектов. На нашей территории находятся 45 объектов. Они полностью будут добровольно демонтированы. Нам также органами, властями и Республикой Крым предоставлены аналогичные земельные участки, которые находятся в ПГТ Семизии и городе Большесарай, где на данный момент ведется плодотворная работа по освоению данных земельных участков. На данный момент никаких противоречий у нас нет. Мы пришли к единому мнению о том, что необходимо перевести все в соответствие требования законодательства Российской Федерации. По словам Кудбеддинова, площадку планируют очистить за полтора месяца, после чего передать его в управление Ялты. Участок находился в аренде фирмы на 49 лет. Документы на него были получены при Украине. Мы приняли решение о том, чтобы добровольно освободить данный земельный участок. Властями Крыма было принято решение совместно с нами, прийти к общему диалогу о том, чтобы мы добровольно демонтировали данные строения, так как это заповедная зона и является визитной карточкой жемчужины Крыма. Одна из самых посещаемых гор Крыма – Айпетри. Особо охраняемая природная зона входит в состав Ялтинского горно-лесного заповедника. Является водоохраняемой зоной. Плато горы является площадью залегания подземных вод, питающих родники, из которых в дальнейшем производится водоснабжение Ялты. В Крыму будут судить врача из-за смерти пациента. Врач советской районной больницы предстанет пред судом по обвинению в причинении смерти пациенту по неосторожности. Об этом сообщает прислужба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым. 26 июля 2016 в больницу с жалобами на плохое самочувствие поступил местный житель. Обвиняемая при осмотре пациента провела диагностику заболевания не в полном объеме, допустив дефекты оказания медицинской помощи. В результате мужчина скончался, рассказали в прислужбе. Врачу грозит до трех лет ограничения свободы, либо принудительные работы с лишением права занимать определенные должности. Сегодня на очередном заседании по делу Ахтема Чайгоза суд не рассмотрел ходатайство адвоката Николая Полозова. По представлению полного иммунитета Рефату Чубарову от преследований в случае его приезда в Крым. Ранее Чубаров заявлял, что готов приехать и дать показания в суде, если ему обеспечат полную неприкосновенность. Напомним, власти Крыма неоднократно заявляли, что организаторами предовольственной энергетической блокады крымского полуострова являются Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Ленур Ислямов. В Щелкино состоялся выездной семинар совещания с участием всех представителей муниципалитетов. Обсуждали актуальные вопросы реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 года. Сегодняшний семинар посвящен итогам работы за прошлый год по выкупу жилья, по оказанию материальной помощи. Также мы сегодня обсудили вопросы, связанные с проведением ходерлеса, мероприятий, посвященных 18 мая, вообще всех майских мероприятий. И здесь сегодня представлены все муниципальные образования, кто отвечает за международные отношения. В этом году у нас предстоит также продолжение программы по выкупу жилья. Будем оказывать помощь застройщикам, поэтому здесь у нас сегодня также представители контролирующих органов финансового надзора. И вот это полное взаимодействие, я считаю, обеспечит, но уже избежать тех ошибок, тех недочетов, которые были в прошлом году. Ну и сделать все, что сегодня делается реабилитивно граждан, сделать максимально доступным и прозрачным. В Крымском инженерно-педагогическом университете произошло возгорание. Как сообщили очевидцы, на пятом этаже девятиэтажного здания начала гореть проводка, электричество отключилось и включилась пожарная тревога. Из окон шел черный дым. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Находящиеся в здании студенты и сотрудники вуза эвакуировались по тревоге. Проводка загорелась на факультете крымско-татарской филологии в одной из аудиторий с несколькими компьютерами. В Симферополе обсудили санитарное состояние города в преддверии курортного сезона, ремонт главных транспортных артерий столицы, борьбу со стихийной торговлей и реконструкцию площади перед центральным рынком. Об этом мы не только говорили сегодня в ходе пресс-конференции главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева. Какие изменения в столице ожидать симферопольцам уже в ближайшее время, знает наш корреспондент Аиша Шулакова. В пресс-конференции приняли участие глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, его первый заместитель Александр Авдиенко и главный архитектор столицы Ирина Иванова. В ходе мероприятия стало известно, что подрядчику ремонта центра столицы администрация города предъявила иск на 30 миллионов рублей. По качеству проделанной работы до сих пор идут споры, а дело рассматривают в судебном порядке. Мы сделали экспертизу, показали то, что действительно есть недостатки. Часть недостатков уже ликвидирована, часть подрядчик не соглашается. Мы, так скажем, доказываем свою правоту, он доказывает свою. Но если говорить в целом, то я не найду, наверное, человека, который бы не сказал, что это хорошо. По качеству да, согласен. Судимся, разберемся. Думаю, что если что-то будет не то в качестве, подрядчик исправит. Концепция развития столицы получила условное название «Крымская чаша». Главный архитектор Ирина Иванова поделилась, что центр должен быть очень спокойным, зеленым и имперским, чтобы город заиграл как столица. Главный архитектор говорит, рано или поздно санкции будут отменены, и в Крым придут инвесторы и банки. Чем дальше центр будет идти к окраинам, тем он будет выше, ярче, в стекле и в бетоне. Поделилась планами Иванова. Разделение должно быть. И люди, которые потом поселятся и будут работать сверху, они должны смотреть на красивый центр, и снизу должны смотреть на грандиозный центр, на грандиозные окраины. Тогда это будет столица. Вот такая вот схема. Ирина Иванова также рассказала, что изучает мнение жителей Крымской столицы для подготовки нового проекта – реконструкции площади имени Ленина. Есть предложение от крымчан перенести статую Ленина и вернуть фонтан, который был до этого. Здесь должна быть прогулочная, тоже красивая зона. Фонтан будет обязательно. Не знаю, как он будет выглядеть. Это будет конкурс, потому что кто как хочет. И, знаете, дело в том, что нужно еще отреконструировать фасад здания Совмина и, соответственно, театра напротив. Потому что они, конечно, спорят по стилю. И, в общем, несколько случайно они, конечно, покрашены. Все это имеет, ну, как сказать, неплохо, но они просто разные. В свою очередь Геннадий Бахарев подчеркнул, что памятник останется на площади. Чистка реки Салгир в Симферополе будет проходить поэтапно и начнется в следующем году, поскольку сейчас создается проектно-сметная документация. Главный архитектор Ирина Иванова заявила, что предпроектные предложения уже готовы. Их внесут на Градсовет, после чего начнется проектирование. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». В возрасте 89 лет ушел из жизни Энвер Алиев, один из трех крымских татар-обладателей высокого звания Героя социалистического труда. Энвер Алиев был депутатом Совета национальности Верховного Совета СССР 8-10 созывов от Янгиюльского избирательного округа Узбекской СССР. А также членом Комиссии по транспорту и связи Совета национальностей. Как депутат принимал участие в различных правительственных приемах. В частности, встречал генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева, когда тот приехал в Ташкент перед своим визитом в Индию. Неоднократно выступал на телевидении, давал интервью о хлопководстве и своей работе. В 1973-м, когда инициативная группа крымских татар направила в Москву письмо с требованием восстановить свой народ в правах, передал его в секретариат ЦК КПСС. Позже защищал право крымских татар на возвращение перед руководством КП Узбекистана. Дженазья намаз пройдет завтра в Симферополе. В преддверии священного месяца Рамазан в столице Крыма состоялся большой детский фестиваль Хошкельден Мухадес Рамазан. Яркие концертные номера, развлекательные, поучительные игры, мастер-классы, сладкие угощения и многое другое было подготовлено для маленьких гостей. На праздники удалось побывать и в нашей съемочной группе. Месяц Рамазан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Наступает Рамазан в девятый месяц мусульманского лунного календаря. В этом году пост начинается в ночь на 27 мая. В преддверии священного месяца ежегодно проводится детский фестиваль Хошкельден Рамазан. Приветствие месяца Рамазан для нас очень важно с той позиции, что это прекрасная возможность привить нашим детям какие-то традиционные понимания о приближении этого праздника и приучение их к религиозным поклонениям. Именно с этой целью мы уже на протяжении нескольких лет, вот сегодня у нас второй раз уже проходит такой фестиваль, посвящаем именно празднику для детей Хошкельден Мубарик Рамазан. В культурно-просветительском центре Файдалу и Лим для детей были организованы различные развлечения, а именно интерактивные игры, мастер-класс, роспись хною, прокалывание ушей, шоу мульных пузырей, угощение пловом и сладостями и, конечно же, концертная программа. Дети, которые пришли поучаствовать в мероприятии, хорошо знают о том, что такое месяц Рамазан. Мне это мероприятие очень понравилось, так как тут были очень интересные мастер-классы, различные конкурсы, квесты, интересные песни, концерт. Месяц Рамазан мы не едим, не пьем и поклоняемся Аллаху, чтобы больше получить милости его и попасть в рай в будущем. Мне очень понравилось мероприятие, оно было очень насыщенным, активным. И вообще месяц Рамазан – это месяц поклонения Всевышнему. Мы должны не пить, не грешить и не принимать пищу от рассвета до заката. И мне очень понравилось мероприятие из-за того, что очень много пришло мусульман на это сегодня. И был как призыв к воздержанию от еды и питья. Праздник был организован культурно-просветительским центром Файдалы-Илим и общественным объединением мусульмана Крыма «Бульюр» при поддержке Духовного управления мусульман Крыма. Стоит отметить, что летом в учебно-просветительском центре Файдалы-Илим будет работать детский летний лагерь. Султани Меджит, Асан Зивадинов, телеканал «Милет». В Чистинской школе Симферопольского района состоялся финал фестиваля «Крым – наш общий дом», посвященный культуре народов Крыма. В нем приняли участие все учащиеся, а также преподавательский состав школы. Нурея Азизова расскажет подробности. Фестиваль проходит каждый год. Традиционно к празднику культур начинают готовиться с начала учебного года. Каждый класс собирает материал об обычаях и традициях определенного народа, рисует стенгазеты, а также готовится к презентации национальных блюд. По словам директора школы Людмилы Коталуповой, сейчас в школе обучается 970 детей, а это представители 13 национальностей. Поэтому в школе стала доброй традицией реализовывать подобные проекты, в которых участвуют как ученики, так и учителя. Сегодня мы реализуем проекты долгосрочные, в течение всего учебного года. Это проект, в котором участвуют и дети, и учителя, и родители, и вся общественность нашей школы, и посвящен он народам Крыма. У нашей школы обучаются дети 13 национальностей, поэтому для нас это очень актуально. И цель нашего проекта – это в какой-то степени познакомиться с традициями народов Крыма и тех национальностей, дети которых обучаются в нашей школе, познакомиться, углубить и сделать нашу школу в этом отношении более сплоченной и дружной. Ребята представили песни и танцы девяти национальностей Крыма – крымские татары, русские, украинцы, грузины, армяне, евреи, греки, эстонцы и немцы. Каждый национальность представляли сразу несколько классов. Здесь нужно отметить и большую работу классных руководителей. Ния Раджа Халилова, руководитель девятого класса, рассказала о целях данного мероприятия. Наша цель – в первую очередь привить детям любовь к другим народам, проживающих в Крыму. Во-вторых, жить в мире и согласии с другими народами в нашем Крыму. Участниками фестиваля стали ученики школы с первого по девятый класс. А кульминацией праздника смело можно назвать хореографическую композицию «Венок дружбы». Сегодня я участвую в фестивале. Фестиваль очень интересный и красивый. Такого рода мероприятия учат быть толерантными, по-настоящему толерантными друг к другу. Например, сейчас славяне танцевали танец крымских татар. Я, крымская татарка, танцевала эстонский народный танец. Такие фестивали воспитывают в детях толерантность, учат жить в дружбе со всеми народами. Именно об этом говорит Дельноза Мухединова. Ее двое детей учатся в этой школе. Они также стали участниками фестиваля. Проект великолепный. Дружба народов, толерантность – это такие понятия, которые объединяют всех людей на планете Земля. Крым – наш общий дом. Ученики Чистинской школы Симферопольского района знают цену этим словам. Такие мероприятия играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Нурия Азизова, Диляра Суфьянова, Всеволод Матросов, телеканал «Миллет». Кастинги самого масштабного вокального шоу Крыма «Миллет Елдозе» продолжаются. Команда проекта намерена объездить весь полуостров в поисках самого талантливого исполнителя. Есть ли претенденты на главный приз в 100 тысяч рублей? В Судаке узнавала наша съемочная группа. Более 40 участников, длительная подготовка и лучшие песни крымско-татарской эстрады. Все это можно было увидеть на кастинге в поселке Нижнегорске. Можно с уверенностью сказать, проект «Миллет Елдозе» в районе ждали с нетерпением. Местные таланты, безусловно, покорили строгой жюри и всю съемочную группу. Песни о родном крае, о любви к близким и родным, композиция на разных языках больше двух часов звучали на сцене. Проект «Миллет Елдозе» дарит возможность показать себя, проявить талант и получить совет от профессиональных судей. Этим шансом воспользовалась и Иссурина Фиева, исполнив песню «Севдом Сенам». Девушка призналась, что волнение не угасло, ведь несколько лет назад ей уже пришлось испытать подобное чувство. У меня был довольно неприятный момент с Татлы Сесом, с таким конкурсом, и все-таки детская какая-то, может быть, обида, может быть, травма. Она не позволяла мне долгое время петь, и буквально переборола себя и пришла. Поиски талантов на этом не прекращаются. Следующий кастинг пройдет уже 27 мая в городе Белогорск. Следите за нашими анонсами и не упустите свой шанс стать новой звездой крымской эстрады. На сегодня это все новости. Завтра Хаберлер смотрите в привычное время, 13.30. Напоминаю, что все наши выпуски есть на официальном сайте trkmille.ru, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и в Одноклассниках. Приятного вечера и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова